Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения, у меня есть инструмент для управления? Продолжение следует... 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 нужно удалять продукты метаболизма, а это столь же важно, их образуется столько же, сколько мы потребляем. Кроме того, в большом организме возникает необходимость обмена информации между разными органами. Быстрый обмен производит нервная система, но тем не менее мы знаем, что гормональная регуляция и множество разных других взаимодействий между клетками играет тоже колоссальную роль, и здесь тоже роль крови невозможно переоценить, она обеспечивает всю эту доставку и все прочие вещи. Кроме этого, кровь проделывает множество других задач, она обеспечивает в нашем организме поддержание температуры тела, поддержание осматического баланса, поддержание кислотно-щелочного равновесия. Короче говоря, множество гомеостатических функций, которые имеются в нашем организме, выполняются либо при непосредственном участии крови, либо за счет процессов, которые просто в крови происходят. Ну, я не буду продолжать этот список, во-первых, потому что он очень большой, а у меня нет времени обо всем об этом рассказывать, и даже тот список, который я показал, я не смогу осветить достаточно полно в одной лекции. Я ограничу свой доклад из этого длинного списка только тремя пунктами. Это транспорт газов, транспорт питательных веществ, и немножко поговорю о том, как переносятся сигнальные вещества. Ну, то, что я сказал по поводу функций крови, это далеко не все, что крови приходится делать, потому что тот факт, что кровь жидкая, и она должна циркулировать в нашем организме, приводит к тому, что возникают новые задачи, совершенно жизненно необходимые, без решения которых кровь не может функционировать. И этих задач, ну, наверное, тоже много, но главными, на мой взгляд, являются две. Первое. Поскольку кровь жидкая, то любое повреждение сосудов может привести к тому, что вся кровь вытечет, и значит, в крови должна быть система, которая защищает наш организм от повреждения. Система, которая ремонтирует стенки. В замечательном докладе, который мы здесь слышали, Арсеньевич, по поводу регенерации, не хватало одного маленького момента. Регенерация происходит не так быстро, как вытекает кровь. И если бы мы полагались на регенерацию, как систему защиты, как систему репарации наших сосудов, только на нее, то кровь бы не могла... Ну, мы не удержали бы кровь. Нужна быстрая система, которая заделывает повреждения за какие-то минуты максимум, лучше даже за секунды. И получается неизбежно такая ситуация, что это заделывается временно. Ну, то есть нужно быстро заткнуть дырку, а потом потихоньку разобраться, вырастить за 2-3 дня или больше за неделю клетки, которые полностью эквивалентны тем, которые были утрачены, а вот эту временную затычку убрать. И все это делает сама кровь. Ну, и вторая задача, если в нашей кровеносной системе время от времени возникают дырки, то это не только чревато тем, что кровь вытечет, но это еще и чревато тем, что через эти дырки неизбежно в наш организм попадают чужеродные вещества. Это живые объекты, самые страшные, самые опасные, поскольку они способны размножаться, и даже ничтожное количество этих клеток, попавшее в организм, может убить организм. Ну, и всякая другая гадость, которая тоже может изрядно повредить нашему организму. И поэтому в организме имеется колоссальная система, которая тоже в сильнейшей степени связана с кровью, и большая ее часть находится в крови. Это иммунная система, система защиты нашего организма от вторжений. Но вы понимаете, что в одной лекции рассказать и про транспорт, и про систему, защищающую наш организм от повреждений, и про иммунную систему, это абсолютно нереально. Поэтому я упрощаю свою задачу и не буду рассказывать ничего про иммунитет. Я думаю, что эта тема заслуживает отдельной специальной большой лекции. Итак, что из себя представляет кровь? Ну, кровь – это жидкость, которая циркулирует в нашей большой кровеносной системе, в которой есть огромное количество разных сосудов, и есть насос сердца, который прокачивает жидкость в нашем организме с очень большой скоростью. Как обычно всегда производят фантастическое впечатление, то, с какой скоростью это происходит. У нас сердечный выброс примерно 100 миллилитров. За минуту мы перекачиваем 6 литров крови. Это ровно тот объем, который в нашем организме имеется. То есть это совершенно невероятная скорость перемешивания в нашем организме разных веществ. И вот для того, чтобы с такой гигантской скоростью можно было прокачивать кровь по нашей кровеносной системе, кровь должна быть устроена очень специальным образом. И в крови у нас есть много компонентов, которые обеспечивают такое ее функционирование. Но большую часть крови, примерно 40%, занимают клетки одного типа. Это эритроциты, которые определяют цвет крови, многие ее иологические характеристики, много всего. Эти клетки и другие клетки крови находятся в плазме крови. Это второй по важности компонент крови. Это жидкая часть крови, которая вроде как и вода, но в то же время, как мы с вами дальше увидим, совсем не вода. И там есть множество всяких интересных вещей. Кроме этого, в крови есть клетки, отвечающие за заделывание дыр в стенках. Это тромбоциты и множество белков, относящихся к этой же системе защиты. Ну и клетки иммунной системы, которые многочисленны, разнообразны, но по количеству составляют примерно 2% от всех клеток, которые есть в крови. Итак, давайте начнем с эритроцитов. Эритроциты хорошо известны тем, что они главные в транспорте кислорода в нашем организме. И как вы думаете, сколько кислорода, насколько сильно увеличивается способность нашего организма потреблять кислород благодаря эритроцитам? Представим себе, что кровь циркулирует с теми же самыми скоростями, с которыми она у нас в организме двигается, но нет эритроцитов или нет гемоглобина. Нам пришлось бы увеличить количество крови, которое мы прокачиваем по организму, или увеличить скорость перекачки в 100 раз. А при том, что я сказал, что и так качается 6 литров в минуту, то получается, что нужно было бы качать 600 литров в минуту при объеме нашего организма меньше 100 литров. Это совершенно нереалистично. И поэтому без изобретения способности транспортировать кислород специальным образом, ну, такая активная жизнь, которую ведут большие организмы, была бы абсолютно невозможна. Ну и главным компонентом в этой системе является небольшой белочек гемоглобина, которым все наверняка много раз слышали. Я не буду подробно на этом останавливаться. Слишком заезженная, расхожая тема. Гемоглобин может связывать кислород и отдавать его. И кривая связывания гемоглобина с кислородом имеет очень определенный вид. Для гемоглобина характерна кооперативность. Вот на этом рисунке вы видите самую нижнюю пунктирную кривую. Это так гемоглобин транспортировал бы кислород, если бы не было кооперативности. И наоборот, если бы мы весь гемоглобин рассыпали на составляющие, а он состоит из четырех субъединиц, то каждая субъединица транспортировала бы кислород намного лучше. Это самая верхняя кривая. И баланс между этими двумя кривыми обусловлен тем, что транспорт кислорода пассивный процесс. В легких кислород пассивно связывается с гемоглобином, а в тканях он должен его отдавать. И эта разница относительно небольшая в парциальном давлении кислорода в легких и в тканях должна обеспечивать достаточно эффективный транспорт. И это получается благодаря кооперативности. И кооперативность – это такое замечательное свойство, когда связывание такой маленькой молекулы, как кислород, вот вы здесь видите, приводит к тому, что изменяется свойство всей большой молекулы гемоглобина. И, соответственно, способность других ее частей тоже взаимодействовать с кислородом. Ну, помимо того, что кислород поступает в организм, ровно столько же, сколько поступило кислорода, образуется углекислого газа. И, естественно, его надо убрать. И, казалось бы, нужно было бы сделать так, чтобы гемоглобин или еще что-то такое транспортировало углекислый газ назад из тканей в легкие. Но на самом деле природа помогла здесь живым организмам, потому что углекислый газ, в отличие от кислорода, хорошо взаимодействует с водой и образует угольную кислоту. И благодаря этому растворимость углекислого газа в воде намного превышает, больше, чем на два порядка, превышает растворимость кислорода. И поэтому не нужен специальный переносчик. Вы видите из этих цифр, что в основную часть транспорта обеспечивает просто переход газа в ионизированную форму. Карбоксильный ион или угольная кислота, по сути дела, и является главным, кто транспортирует кислород, углекислый газ из тканей обратно в легкие. Ну, транспортные процессы, вещь очень хорошо изученная и давно, и, наверное, я здесь не сказал ничего нового, но кажется, и эта точка зрения многократно звучала в самых разных местах, что, ну, гемоглобин это, наверное, то есть, извините, эритроцит это, наверное, просто мешок с гемоглобином. Кислород переносит гемоглобин, гемоглобин пассивен, ему не нужна энергия, ничего, он все делает сам, а углекислый газ и так сам уйдет. Ну, если посмотреть на то, что из себя представляет эритроцит с точки зрения молекулярной, вот одна из последних работ, в которой попытались посмотреть, сколько и каких белков есть в эритроцитах. Это современная протеомика делает потрясающе здорово и замечательно. И вы видите, вот самая левая красная кривая, самая круто идущая вниз, это кривая для нормальных эритроцитов. И она заканчивается цифркой тысяча. То есть, протеомика сегодня считает, что в эритроците есть тысяча разных белков. Ну, невероятно. Зачем? Если там достаточно одного гемоглобина. Зачем нужно столько белков? Ну, мы детально проанализировали эти данные и показали, что там очень много примесей. Пока все еще протеомика несовершенна. И тем не менее, порядка трех сотен белков, безусловно, важны, нужны и работают в этой клетке. А это совершенно одна молекула или один белок гемоглобин. И 300 белков совершенно полярные вещи. Два порядка. Какие же там есть белки? И мы видим, вот в этом списке я постарался разным шрифтом выделить разные белки, имеющие разную функцию. В первую очередь, больше всего белков, больше половины функционально активных, важных белков, порядка 180, это белки, так или иначе, связанные с транспортом. Это показывает, что эритроцит транспортирует не только кислород. Он транспортирует огромное количество веществ, причем этот транспорт происходит двумя способами. Часть веществ уходит внутрь эритроцита, и это белки делают для каждого вещества свой отдельный белок. Я не имею возможности рассказать вам сейчас обо всех сотне этих белков, которые это делают. Но вещество уходит внутрь эритроцита, передвигается в организме внутри, и потом выходит. Это примерно сотня. И транспорт на поверхности, то есть просто связывание молекул с эритроцитом и дальше их транспортировка в ткани, близкая цифра, порядка 80. Ну а что еще есть в эритроците? Ну хорошо, понятно, что транспорт обязательно надо. Кстати, транспорт многих веществ и их попадание внутрь клетки не обходится без затрат энергии. И энергия, конечно, тоже нужна. Но помимо энергетической системы, вот я выписал первые 10 метаболических систем, которые в эритроците есть, это метаболизм липидов, в первую очередь, это производство энергии, это защита от окислительного стресса. То есть оказывается, что эритроциту нужно много разных функций для того, чтобы он мог полноценно существовать. Эритроцит клетка, в которой нет ядра, и поэтому он запасается при изготовлении этой клетки, клетку снабжает всем необходимым на весь срок ее жизни. Порядка 100-120 дней. Это много. И поэтому, в общем, эта клетка продумана очень хорошо с метаболической точки зрения. И она умеет очень много чего делать. И вот из этого очень много. Я остановлюсь только на нескольких вещах, которые показывают, что эритроцит совсем не мешок с гемоглобином. Если бы он был таковым, то это бы вообще было невозможно. Для эритроцита, с точки зрения его жизненных функций, то, что называются метаболические системы, которые обеспечивают жизнедеятельность, или хаоскипинг метаболизм, он должен решить две задачи. Первая задача – это эритроцит должен быть защищен от осматического раздувания. Большое количество гемоглобина и вообще белков в эритроците должно приводить к тому, что если специально не тратить энергию на уменьшение осматичности, эритроцит лопнет. У него примерно 30 миллиосмоль избыточного материала внутри по сравнению с плазмой крови. А 30 миллиосмоль могут порвать любую мембрану, которая есть в нашем организме, любую клеточную мембрану. Это первейшая задача. Вторая задача – из-за того, что эритроциты циркулируют в нашем организме по очень развитой сети сосудов, среди которых главную роль играют самые маленькие сосуды. Это капилляры. И размеры капилляров вдвое меньше, чем размеры эритроцита. Эритроцит должен обладать способностью хорошо деформироваться и проходить через эти узкие капилляры. Эти две задачи являются, по-видимому, в числе главнейших задач метаболических этой клетки. И вот мы видим, как эта клетка здорово умеет пролазить сквозь очень узкие поры и капиллярчики. И в чем проблема? Проблема в том, что мембрана эритроцитов, так же, как и мембраны всех остальных клеток нашего организма, практически нерастяжима. Если бы мембрана была резиновая, ну, какие проблемы? Ну, узкая пора, вытянули мембрану, растянулись, проползли, и дальше все живет. Но нет, мембрана совершенно нерастяжима, и поэтому для того, чтобы эритроцит не застрял в поре, как вот видно из этой картинки, он должен уметь не просто деформироваться, но он должен иметь избыток поверхности, то есть, чтобы менять свою форму. Хорошо известно из геометрии, что сфера имеет минимальную поверхность при заданном объеме. Поэтому, если мы не выкачаем из сферы, в которую легко эритроцит бы раздулся за счет осмоса, значительный объем жидкости, примерно половину, то эритроцит не сможет проходить через узкие капилляры в два раза меньшего диаметра, чем сам эритроцит. И вот здесь показана эта экспериментальная кривая, которая показывает, что, вообще говоря, если эритроцит менять, если в эритроците изменяется объем, то это плохо в обе стороны. Ну, как я уже объяснил, это плохо в сторону увеличения объема. Клетка, мы видим, быстро начинает застревать в узких капиллярах. Но и в сторону уменьшения объема тоже, потому что сжатие эритроцита приводит к увеличению концентрации гемоглобина, а такую клетку тоже трудно деформировать. В два раза сжать объем эритроцита, и гемоглобин станет практически твердым. То есть перейдет в твердое состояние. Ну, и вот для того, чтобы эта клетка могла успешно существовать в кровотоке, в эритроците есть система регуляции объема. И эта система регуляции объема, как и у всех других клеток, строится на регуляции ионного состава этой клетки, на регуляции ионного метаболизма. Ну, если посмотреть на состав эритроцита, то в нем сумма белков, гемоглобина, в первую очередь, и разных метаболитов составляет примерно 30 миллиосмоль. Это вещества, которые не должны уходить через мембрану, и они через нее не проходят. А значит, если в эритроците будет тот же состав ионов, натрия, калия, как и вне эритроцита, эритроцит будет подвержен сильнейшему осматическому стрессу. Поэтому эритроцит должен выкачивать из себя какие-то вещества. Ну, конечно, ионы. Это понятно, потому что это то, чего больше всего в окружающей нас среде. Ну, и в первую очередь, конечно, натрий. Натрия очень много. И вообще-то говоря, эритроцит мог бы спокойно обеспечить себе осматический баланс, если бы насос, который выкачивает ионы из эритроцита, откачивал оттуда всего примерно 20-30% суммарного содержания ионов. То есть на 30 миллимолей уменьшить концентрацию натрия, и объем придет в норму. Все будет хорошо. Однако, все мы хорошо знаем, что ни в эритроцитах, ни в каких других клетках нет натриевого насоса. Есть натрий-калевый насос. Почему-то природа, вместо того, чтобы выкачивать натрий и этим ограничиться, выкачивает натрий в огромном избытке. Вместо 30 миллимолей она выкачивает наружу все 120 или даже больше. А взамен, чтобы не получилось обратной ситуации, когда клетку сильно сожмет из-за недостатка содержимого, закачивает калий. Суммарная разница получается те самые 30, но по каждому из ионов получается очень большой градиент. Зачем это нужно? Оказывается, недостаточно просто снизить концентрацию ионов в клетке. При этом вы можете добиться нужного вам объема, но если клетка будет подвергаться каким-то стрессорным воздействиям, ну, например, она возит очень много кислорода, то кислород неизбежно все на свете окисляет, в том числе и мембраны. Появляются поры и увеличивается поток воды внутрь. Этому надо противостоять. Вот здесь показано, как противостоит теоретически умозрительно расчет объем эритроцита увеличению проницаемости мембраны для всяких ионов, неспецифическому увеличению проницаемости. И мы видим, что натриевый насос, это красная кривая, он самый плохой, он практически неэффективен. Достаточно всего в два раза увеличить проницаемость мембраны, и клетка лопнет. Объем больше, чем в два раза увеличиться не может. А если мы возьмем натриекалевый насос, который дает гораздо большие градиенты ионов, а потому гораздо более чувствителен к изменениям концентрации, он дает уже, вот зеленая кривая, значительно лучшую стабилизацию объема, значительно лучшее поддержание. Но еще один дополнительный механизм, который природа придумала для того, чтобы еще улучшить поддержание объема, это так называемые кальциоактивируемые калиевые каналы. Это каналы, которые есть в мембране эритроцита, и они открываются кальцием. И поскольку из-за работы натриекалевого атефаза калия внутри клетки оказывается очень много по сравнению со внешней средой, то достаточно открыть канал для калия, как калий пойдет наружу, и клетка начнет сжиматься. И эту роль регулятора этих каналов выполняет кальций, концентрация которого в клетке очень мала. Но если в клетке, в мембране эритроцитов появляются какие-то дырки, то кальций первым изменится в цитоплазме, и он откроет эти калиевые каналы, и объем эритроцита не вырастет. Не вырастет эффективность этой системы суммарно, оказывается, на порядок больше, чем просто натриевого насоса. Эта общая вещь, она, конечно, работает не только в эритроцитах. Механизм осморегуляции и поддержания объема есть во всех клетках. И поэтому вопрос о том, а почему насос в клетках, который в этом всем работает, натрий калевый, он вызывает, ну вызывал, по крайней мере, многие годы, большое удивление. Я разговаривал со специалистами, занимающимися, ну специально занимающимися этим насосом, людьми, которые несли колоссальный вклад в работу, в понимании механизмов этой молекулы. И они с удивлением на меня смотрели и говорили, а я не знаю, я как-то не задумывался, почему этот насос качает двоенно в разные стороны. Качает и качает. Может быть, это нужно для трансмембранного потенциала. Там, где это нервные клетки или какие-нибудь клетки, которые используют трансмембранный потенциал, это, наверное, тоже правильно. Но во многих клетках, в которых нет большого трансмембранного потенциала, а в эритроцитах его нет, и в очень многих других клетках нет. Зачем тогда нужен этот насос? Вот я думаю, что универсальная роль натри-калевой АТ-фазы возникла в природе задолго до нервных импульсов и всего прочего. И нужна была для того, чтобы обеспечить объем, поддержание объема при наличии осматически активного материала внутри. Нельзя дать возможность потеряться всем этим важным молекулам. А уже когда возникли эти градиенты, то на этих градиентах легко было строить и дополнительные системы регуляции объема, и генерацию потенциалов, и множество интересных вещей. Я не имею возможности, ну точнее времени, останавливаться на еще множестве интереснейших метаболических задач, которые связаны с эритроцитом. Как я уже сказал, в нем примерно 40 метаболических систем и три сотни белков, из которых половина занята транспортом, а вторая половина занимается разными метаболическими задачами. Массу интересного можно было бы рассказать, мы уже многие десятилетия этим занимаемся, но времени нет. И поэтому я перехожу к плазме крови. Плазма крови – это жидкость, в которой находится тоже, как все, что связано с кровью, все насыщено множеством разных вещей. Многие десятки разных веществ находятся в крови, в плазме крови. И в первую очередь, давайте остановимся на белках плазмы. Какие белки есть в плазме? Ну вот, если посмотреть очень поверхностно, очень грубо, то в крови есть альбумин, белок, который играет исключительно важную роль в стабильности крови. Я сейчас немножко о нем скажу подробнее. Есть белок фибриноген и целый ряд, наверное, чтоб 20 разных белочков в меньших концентрациях, которые относятся к системе защиты от повреждения. И есть белки гамма-глобулины, белки иммунной системы, тоже в большом разнообразии. И кроме гамма-глобулинов, там еще куча других белков, сигнальных белков иммунной системы. Ну, это, наверное, главные белки плазмы крови. И плюс к этому огромное количество низкомолекулярных веществ, начиная от глюкозы, кончая гормонами и чем угодно. Альбумин. Я на нем остановлюсь немножко подробнее, а про фибриноген и все прочее поговорю в следующем разделе. Альбумин нужен в крови для того, чтобы создать там онкотическое давление. Если нет белка, который может быть осматически активен, то оказывается, что наша кровь очень быстро теряет воду. Она вся выводится. Вообще, выделительная система это почки и все, что связано с почками и с кровью очень тесно переплетено. И в замечательном докладе Юрия Викторовича Наточина в первый день мы слышали, насколько это интересная и обширная область. Ну, и кровь, конечно, в этом непосредственно очень сильно участвует. Я не буду больше в это погружаться. Я отмечу только второе свойство этой молекулы. Это удивительно интересный белочек всего небольшой молекулярной массы порядка 60 тысяч. И он обладает способностью связываться с огромным количеством разных, самых разных молекул, которые в нашем организме очень важны. И в первую очередь это молекулы, которые практически нерастворимы в воде. Вы знаете, что очень многие гормоны в нашем организме это огромные молекулы, которые очень гидрофобны, которые хорошо растворяются в мембранах, но практически в воде нерастворимы. А тем не менее, все эти эстрогены и прочие разные гормоны нужно, чтобы они попадали из места, где они производятся, в место, где они нужны. Так вот, альбумин и есть та главная транспортная молекула, которая, оказывается, может замечательно связывать эти гидрофобные молекулы на своей поверхности и помогать им тем самым стать растворимыми. И они на альбумине ездят, транспортируются по всему организму, а в тех клетках, в которых они должны выполнять свою функцию, они связываются с мембраной и не переходя в воду, попадают туда, куда надо. Я остановлюсь на этом и перейду к задаче, последней задаче, о которой я хочу поговорить. На мой взгляд, очень важная задача, и мы очень много знаем, про нее, поскольку много десятилетий занимаемся механизмами свертывания крови, это защита нашего организма от повреждения. Если в стенке сосуда возникает повреждение, то наш организм очень быстро формирует временную затычку, тромб, который быстро прекращает кровотечение. А потом в течение нескольких суток этот тромб замещается вновь вырывшими нормальными клетками стенки сосуда и растворяется, уходит из кровотока. Как эта система устроена? Вообще говоря, устроить такую систему довольно сложно в силу сложности нашей кровеносной системы. Она сложна не только потому, что в ней есть сосуды размером чуть ли не в сантиметр аорта и размером в 3 микрона, это капилляра, и все промежуточные размеры тоже налицо. Она еще отличается тем, что в ней огромные перепады давлений. 100 миллиметров штутного столба это примерно пятая часть атмосферного давления, избыточная по сравнению с атмосферой в больших сосудах и практически до нуля в капиллярах. А 100 миллиметров штутного столба это дырка в аорте дает фонтан крови наверное в метр высотой, если не больше. Да нет, даже может быть и больше. И в этом огромном перепаде давлений, которое естественно из-за физических опять-таки проблем приводит к огромному изменению скоростей течения кровь у нас течет очень быстро в больших сосудах и очень медленно в малых сосудах, сделать систему, которая будет защищать одинаково эффективно от появления дырок в больших сосудах и в маленьких очень непросто. и поэтому значит система эта система называется системой гемостаза или системой свертывания крови. Эта система делает что? Она быстро переводит кровь из жидкого состояния в твердое. Ну физики бы сказали фазовый переход и я как физик к ним присоединюсь и более того скажу большие. Наши исследования показали что это фазовый переход уникальный. В природе нет других систем по крайней мере до сих пор неизвестно и уж точно нет не биологических систем в которых такой управляемый фазовый переход возможен. И основные свойства этой системы как происходит процесс остановки. Первая реакция нашего организма на повреждение стенки сосуда это сжатие сосудов. Сосуды очень сильно сжимаются и это уменьшает кровоток в этом конкретном месте и естественно уменьшает кровопотерю. Следом тоже очень быстро в месте повреждения начинают прилипать тромбоциты и с ними происходят какие-то сложные пертурбации они активируются я буду о них говорить позже немножко подробнее и параллельно одновременно в этом месте начинает формироваться плазменный сгусток или фибриновый сгусток белочек фибрин фибриноген который есть в крови в достаточно больших концентрациях испытывает некие химические трансформации о которых я потом скажу и начинает быстро полимеризоваться и вот этот полимер фибриногена фибриноген после активации называется фибрином вот этот фибриновый полимер это замечательный клей сегодняшние хирурги в основном пользуются именно фибриновым клеем потому что он прекрасно склеивает все на свете особенно биологическое и вот этот клей начинает быстро образовываться и склеивает в окрестностях зоны повреждения все что туда попало и образуется структура которая называется тромб этот тромб образуется очень разной формы разных размеров в разных частях нашего организма в зависимости от скорости течения от размеров дырки от прочих разных вещей ну и на этом первый этап закончен дырку закрыли кровь течь перестала проходит 2-3 дня эту пробку надо разобрать и это делает специальная система система фибринолиза она ферментативно разрушает фибрин и остальные клетки либо съедаются макрофагами либо уходят в другие органы в селезенку в печени там утилизируются извините пожалуйста вам еще долго вы перебрали немножко время спасибо значит сколько у меня осталось времени у вас минус 5 минут замечательно как раз достаточно значит сигнал который как наш организм узнает о том что в сосуде образовалось повреждение очень интересно для того чтобы фиксировать любые повреждения в наших сосудах наш организм сосуды устроил следующим образом поверхность сосуда покрыта одним слоем клеток которые называются эндотелиальными клетками и это вот оболочка из эндотелиальных клеток покрывает абсолютно все наши сосуды начиная от капилляров и кончая аортой одним и тем же тонким одноклеточным слоем повсюду и вне этой оболочки все те клетки которые находятся вне сосуда они на своей поверхности имеют два разных сигнала во первых во всех этих тканях находится коллаген а он является активатором тромбоцитов и на всех клетках которые вне сосуда находится тканевой фактор который активатор образования фибрина и если посмотреть как происходит процесс образования тромба в нашем организме то мы увидим интересную зависимость вот этот фильм снят это прижизненная съемка в мышке сделали лазером повреждения стенки и вы видите синий поток крови в нем начинает образовываться быстро-быстро сгусток клеток который закрывает место повреждения и сначала этот сгусток довольно большой он растет растет почти перекрывает сосуд а потом постепенно начинает уменьшаться и в конце концов остается очень небольшая затычка вот эта реконструкция сейчас покажет вот зеленое это то что остается а красное то что было то есть сначала тромбоциты в большом количестве заваливают эту дырку быстро залепляют все что только можно клетками но временно потом эти клетки уходят остается только небольшой слой который закрывает эту дырку но зачем это нужно большая гора тромбоцитов способствует уменьшению скорости течения жидкости в том месте где произошло повреждение и помогает не смыться фактором вызывающим образование фибринового клея вот так выглядит эта штука это вот желтые нити это фибриновый клей который все на свете проклеил это все клетки какие там были и главными здесь являются тромбоциты чем больше скорость течения тем больше тромбоцитов приносятся к месту повреждения и тем больше их в тромбе эти клетки умудряются цепляться друг за другом и образовывать этот агрегат даже в случае очень больших скоростей течения вот при этом они очень сильно активируются происходит с ними множество интереснейших трансформаций и если опустить все детали того как это все происходит и показано то суть сводится к следующему образуется сначала клетки налипают быстро быстро это вот большая так сказать шуба вот этих красных клеток которые занимают все пространство вокруг зоны повреждения и внутри этих клеток часть клеток начинает переходить в другое состояние активироваться сильно активироваться склеиваться между собой интегринами и там же начинается генерация фибрина который проклеивает это 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 ядро полностью а оболочка или шуба которая там временно образовалась она постепенно уходит эти клетки активируются ненадолго обратимо и процессы которые при этом происходят они я очень коротенько на них остановлюсь они связаны с тем что активация тромбоцитов происходит двумя в основном двумя сигналами конечно реальная картина много сложнее но сейчас нет на это времени слабая обратимая активация происходит с помощью молекул АДФ а сильная активация необратимая активация производится тромбином фактором который образуется при активации плазменного звена и который собственно образует из фибриногена фибрин и всю эту оболочку ну и суммарно вся эта картинка это мы все опустим выглядит вот так вот растут клетки образуется вот эта вот тонкая оболочка она покрашена черным а на ней начинает быстро нарастать вот эта самая шуба и мы видим что кинетика нарастания этой шубы экспоненциальная а потом она срывается уходит и остается ядро которое все перекрывает на достаточно долгий срок я не буду дальше говорить о том как это все потом разбирается и все и пожалуй на этом остановлюсь спасибо большое за внимание спасибо большое за очень интересную лекцию и все видите как все держались и никто даже кофе не побежал пить были отдельные исключения спасибо вам большое спасибо 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 спасибо